кирилл приветствую тебя новое лицо лиги и сей можешь немного вернуться назад и вспомнить эмоции в принципе как получил предложение выступать в лиге какие эмоции испытал при этом долго ли думал взвешивал за против всем привет ну какие эмоции были эмоции были конечно положительные для меня это большой вызов гран-при ребята все серьезные бы есть скажем так с кем можно проверить свои силы я давно этого хотел хороших сильных соперников и вот я здесь очень рад что попал в эту лигу твои цели в лиге просто ты зашел сразу на гран-при обсуждалось ли что-то другое например прийти в лигу и скажем так к 12 боя освоится или вот сразу там с места в карьер в гран-при и других вариантов не было но сначала конечно хотелось зайти в лигу посмотреть все происходит и потом уже в гран-при но предложили сразу гран-при и отказываться было уже бессмысленно либо гран-при либо нет конечно это гран-при как тебе вообще сам формат гран-при насколько это для тебя удобно комфортно комфортно и с эмоциональной точки зрения что нужно скажем так настроиться на длительный турнир а не на один конкретно какой-то выделенный бой ну для меня гран-при это можно сказать идеальные идеальное событие потому что у меня получается если я выигрываю гран-при то я как бы выигрываю пояс также как я понимаю пояс гран-при изыгрывается параллельно в том числе до рахаев участвует да то есть ну как бы я прохожу все ступени гран-при забираю поезды у меня это идеальное течение обстоятельств то есть твоя цель это и поезд гран-при и поезд регулярного чемпиона да и еще километр денег само собой давай поговорим немного предстоящем поединке с алимгирей расулов сразу у тебя в соперниках экс-чемпион лиги когда услышал имя оппонента какие были эмоции и давала ли тебе лига скажем так выбор с алимгирей или или только с алимгирей у нас указана выбора не было только с алимгирей был но я считаю для меня это как бы очень хорошая сетка то есть у меня будут бои по накатанную как бы с каждым боем будет соперник сложнее сложнее как бы я считаю что для меня это всех возможных соперников для первого соперника идеальный соперник почему стилистически ну в первую очередь к Он, как я посмотрел в бои, больше любит работать в стойке. Борется, конечно, но больше любит работать в стойке. Я тоже больше люблю работать в стойке. То есть, я думаю, у нас, если будет борьба, то ее будет минимум какой-то. Формат пятираундовых поединков. Насколько это комфортно для тебя? Проводил ли ты полные пятираундовые бои? И что скажешь о Салемгирее в пятираундах, например, опираясь на его выступление крайне с Алиханом Вахаевым, где была критика, что функционально просел? Ну, я пятираундовых боев не проводил. Для меня это будет первый пятираундовый бой. Ну, я подготовился и думаю, хорошо. Мы спарринговали всегда по пять раундов. И я думаю, у меня не будет проблем с пятираундовым боем. По поводу Салемгирея, да, у него есть небольшие проблемы с функционалом, но я думаю, он тоже об этом знает и над этим работает, поэтому на это рассчитывать не стоит. У вас на двоих 25 побед одержаны нокаутами. Два больших парня, два бьющих. Считаешь, бой не пройдет всю дистанцию? Ну, как бывает, что когда, допустим, встречаются два борца, все думают, они будут бороться, они бьются в стойке, так до ударника, возможно, что и дойдет до решения. А может быть такое, что дойдет до борьбы? И Кирилл Корнилов будет Кирилл Беспартер. Может быть такое, но я не люблю борьбу инициировать, поэтому если он пойдет, я готов с ним побороться, готов показать свою борьбу. Поэтому, я думаю, не будет никаких проблем. Но так, да, может закончиться все быстро, так же может все и растянуться. Тут уже как пойдет бой, как пойдет с первых раунд, с первых минут, какой будет темп. Обычно, смотря твои поединки, ты, ну, выше и антропометрически всегда выигрываешь у своих оппонентов. Сейчас напротив Саленгирей, тоже гигант, высокий, то есть не придется бить сверху вниз. Насколько это удобно для тебя? И в целом, как ты считаешь, в чем Саленгирей опасен для тебя? Ну, я скажу честно, что я с соперником, который выше, который ниже, не особо люблю драться, мне неудобно с ними. Мне, наоборот, нравится, когда парни повыше. А Саленгирей, ну, он хорошо закидывает свою правую руку, ищет там этот оверхукс. Мне кажется, это единственная его такая опасная сторона. Твой прогноз на этот поединок? Ну, если бы я думал, что Саленгирей выиграет, у меня бы здесь, наверное, не было, то я уверен в своей победе на сто процентов. И в случае твоей победы из тех ребят, кого ты знаешь в гран-при, предпочтительнее для тебя был бы кто? Там Бороуза, да, с другой стороны идет. Но я думал, он не выиграет, поэтому... Вахаев? Вахаев, да. Мухаммад? Да, Вахаев. Тогда пару слов о Мухаммаде Вахаеве. Не будем, скажем так, через голову прыгать, но все же не могу не спросить. Все знаем тебя как яркого ударника. Мухаммад, наоборот, любитель такой вязкой борьбы. И ты же понимаешь, что в Лиге Эсей тебе будут навязывать. Ну, это понятно, да, как бы, ну, над этим работаем, безусловно, нет такого, что я забыл про борьбу и только на своей сильной стороной работаю. Я, на самом деле, процентов 70 в данный момент и в последнее время уделяю именно борьбе, потому что, ну, стойки, понятно, там у меня получается что-то, но борьбу тоже нужно не забывать. Я там в какое-то время поверил в свою борьбу, но несколько боев назад мне парень показал, что моя борьба еще очень далека от совершенства. Кирилл, и заключительный вопрос. Турнир в Краснодаре, он уже заочно оглашен как самый такой яркий, самый большой по именам турнир Лиги Эсей. Каково это дебютировать на настолько громком ивенте? Ну, это большая ответственность, прежде всего. Большой турнир, как бы, я не помню турниров, где было столько пяти раундных поединков. По-моему, девять на этом турнире. Да, очень много. И, как бы, я сначала просто не понимал, сколько там вообще будет пар и сколько в турнир будет идти по времени, потому что, ну, как бы, очень много поединков таких длительных. Я очень рад, что я попал на такой турнир. Я желаю тебе яркого выступления. Спасибо.